Боец противовоздушной обороны провел урок мужества в рамках празднования Дня Самарского Знамени в 132-й школе, но также посетил местный музей, посвященный одной из главных реликвий города. В музее учебного учреждения, пожалуй, самая интересная экспозиция о Самарском Знамени. Его копию изготовили на уроках технологии руками учащихся. В прошлом году губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также передал землякам, которые добровольно отправились на спецоперацию, другую копию реликвии. В день Самарского Знамени участника специальной военной операции Константина аплодисментами встречают в актовом зале 132-й школы. Сегодня у учеников прошел необычный урок. Боец на передовой практически с первого дня, ему есть что рассказать подрастающему поколению. Константин профессиональный военный, на службе более 15 лет. Вместе с бригадой военнослужащие защищают Белгородскую область от обстрелов. Подобные встречи со школьниками важны для патриотического воспитания, говорят учителя. Молодежи необходимо знать о событиях, которые еще не описаны в учебниках истории. Конечно, это прям вот напитывает нас патриотизмом, какой-то мотивацией. Человек делится с нами опытом, а любой опыт, он бесценен. Во время встречи с учащимися военнослужащий не только рассказал о своей работе, но и продемонстрировал произведения, которые получаются у него на досуге, в перерывах между боевыми задачами. Константин художник-самоучка, живопись его хобби. Правда, холст защитник выбрал нетрадиционный. Рисует свои картины на осколках от люков, которые находят после пуска ракет системы ПВО. Одну из своих работ военнослужащий привез в Самару и подарил музею 132-й школы. Идея заняться необычным искусством пришла Константину в августе прошлого года. Во время отдыха, после дежурства, я решил в свободное время что-то изобразить, потому что рисовал, в принципе, всю жизнь. И что изобразил, это наша пусковая машина, пусковая с заряженными ракетами. И первая работа эта пошла, конечно же, командиру. Это был сувенир, который очень понравился. В конце встречи учащиеся задавали вопросы бойцу, а также смогли вживую увидеть работы военнослужащего художника. Михаил Ермоленко, Николай Пифанов. События.